В одной из войсковых частей столицы бок о бок с солдатами несут службу и их четвероногие помощники. Немецкие и бельгийские овчарки ведут поиск взрывчатки. Их же задействуют в спасательных операциях, когда необходимо найти людей. Иногда их берут на патрулирование улицы Станы. О буднях четвероногих военных расскажет Тамерис Белял. Овчарка Эмба беспрекословно выполняет приказы вот уже 10 лет. В стенах войсковой части она с трех месяцев. По характеру у нас спокойно, но иногда бывает, без настроения. В день где-то 20 минут занимаемся собакой. График у Эмбы действительно воинский. День буквально расписан по часам. При этом есть ежедневные тренировки с периодическим отдыхом по 10 минут. Как отмечают кинологи, в дрессировке собак важна частота повторений, а не длительность упражнений. А еще за овчаркой тщательно следят. Эмба регулярно проходит осмотр у ветеринара и хорошо питается. Но главная задача Эмбы поисковая. Она ищет людей и взрывчатые вещества. Также несет караульную службу и участвует в спасательных операциях. Пусть и немногословно, но Эмба команда выполняет на отлично. Мы здесь готовим. С первого готовим общий курс тренировки. После этого уже собаке с трех месяцев обучаем. После этого уже именно по аппортировке, игровой метод у него, игровой метод готовим собак. Еще щенком овчарку приучили к запаху пороха для незаметительной реакции на взрывчатку. Эта порода лучше других подходит для минно-поисковой функции. В этом деле Эмба – собака с титулом. Кубок у него есть. Именно по общему курсу тренировки на минно-развесное. Здесь проходил три дня в 2018 году. Он ваймил первое место. В войсковой части таких собак ищей, как Эмба-3. После того, как животные отслужат необходимое время, их, как и людей, отправляют на заслуженный отдых. Единственное отличие – собаки-ветеринары свою старость встречают здесь же, в бригаде особого назначения. Что называется, на полном обеспечении. Темир Избелял, Мурат Арибханов, Хабар, 24.